Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем проходить в сталкер пространственная аномалия. Итак, сейчас нам надо добраться до лагеря сталкеров и непосредственно там поговорить со старшим. Топать нам далеко придется. Очень далеко. В предыдущей серии мы нашли целый завод трупов, в буквальном смысле этого слова. Произошла разборка, в основном, конечно, трупы были монолитовцев. И большую часть из них положили непосредственно мы, но все же. Радиация пофигу, она сейчас сама по себе выведется из организма, потому что у нас много артефактов, которые блокируют радиацию. Так, блин, тут такие заросли, натуральная помойка. Очень-очень мощная. Овраг, фигля. Овраги никогда не были чем-то хорошим таким. И природным. В основном там говно складируется, всякий мусор. Прочие требуха. А, уже скоро будет темнеть потихоньку. Ставрит. Погоди. Не понял юмора. Мясо кабана. КПК Миклухи. А его нельзя использовать, что ли? Этот КПК принадлежал Миклухе, к сожалению, заблокированный. Я не смогу просмотреть его содержимое. Ну ладно, технику, наверное, отдать. Хочу тебя кое-очем спросить. А, понятно, то есть он нам ничего полезного не скажет. Так, тогда давайте попробуем поговорить с тобой. Способ взломать КПК Миклухи. Ну это, наверное, техник сможет сделать, я так думаю. В Путевом Глее это был этот фургон, только его потом убили через некоторое время. Слушай, Петрович, у меня на Петрович следующая жертва стоит. Ты можешь КПК один разблокировать? Могу попробовать, у меня уже ранее был опыт работы в этой сфере, но ничего обещать не могу. Хорошо, вот тот КПК, что нужно разблокировать. А, посмотри, что с ним можно сделать. Слушай, у меня к тебе одно дело имеется, я никому пока не говорю об этом, даже Ставрит. В общем, совсем недавно я начал получать запросы о помощи. Вещались они на закрытой частоте, в скором времени они перестали приходить, но сегодня ко мне пришел Сталкер и рассказал, что он словил подобный сигнал на территории завода. Он включил запись и убедился, что это тот самый сигнал. И, не могу понять, к чему ты клонишь. Слабил он этот сигнал на заводе, в том же районе, где находится один из входов в пространственный пузырь. Мы вас там и нашли, я думаю, что эти запросы исходят от людей, что, так же, как и вы, застряли внутри пространственной аномалии. Нужно им помочь. Я не против, возможно, среди них и Маркус есть, он ведь с аномалией так и не выбрался. Я только понять не могу, как ты собираешься их вытащить оттуда. Все довольно просто. Лесник перед уходом оставил мне точные координаты выхода из аномалии. Нужно передать им Сталкер внутри пузыря. Если у тебя есть подобный передатчик, то почему бы не попробовать помочь им. Отлично, я знал, что на тебя можно рассчитывать. Я дам тебе передатчик, вся информация на нем уже записана. Когда доберешься к пространственной аномалии, включишь передатчик и загрузишь с базы данных координаты. Думаю, что проблем с этим у тебя возникнуть не должно. После этого остается только ждать. Если они поймают наш сигнал, то смогут найти выход из ловушки. Понял, давай передатчик, а я передам им координаты. Так, надо починиться. Пускай. И закупить энергетиков, потому что, чувствую, придется бегать достаточно долго. Ну и отдохнуть, поспать, а то уже темнеет потихоньку. Так, давайте патрончиков приобретем, энергетиков. Аптечек у нас и так дофига. Можно к медику зайти, у него приобрести. Ну вы как дети! Этот Геркулес. А, сейчас, приобрел у тебя Геркулес. Ни хера у тебя этого Геркулеса нету. Сам сожрал, наверное. Один большой стероид, блин. Так, у нас тут есть койка. Койка-место. Можно поспать. Хотя один фиг нам идти в пространственный пузырь. В зоне недавно произошел выброс. По идее, после выброса артефакты обновляются. То есть, можно их снова убрать. Но это еще большой вопрос. Эх, пожрать надо, да? Другое дело. Вот и потопали, почапали. С энергетикой мы, конечно, превосходно туда-сюда мотаться. Ничего не отнимается в плане здоровья. Ох ты ж гадина такая. Быстро у нас восстанавливается, кстати. Запас выносливости тоже, наверное, за счет энергетика. Хотя, может и нет. Может и по другой причине какой, непонятно. Ну, мы это узнаем. Так, теперь вопрос. С какой стороны нам лучше всего заходить. На завод. Давайте просто проверим. Эх. Чисто и гладко коповка у младенца. Опа. Отправить координаты. Это же где их тут надо отправлять-то. Дождаться ответа от пленных в пузыре. Опа. Привет, ребята. А вот и Маркус, да? Или кто это? А, это рыба. Так, так, кто тут у нас? Да не как сам зверь. Сколько лет, сколько зим. Привет, рыба. Чё, не ожидал увидеть? Я же обещал тебе, что мы увидимся. Не ожидал, что ты угодишь в пузырь. А с чего ты взял, что мы в него угодили? Поверь мне, мы вернулись из места, похоже, преисподней. И как думаешь, для чего? Понятия не имею. За долги нужно платить, и ты за них заплатишь кровью. Даже не начинай. Ха! Ну, вот там, блин, вся благодарность. Паскуды. Артефакты отбирают. Морду бьют. Что ж ты будешь делать-то, блин? Ну, привет. Сологуб. Ну и кликуха. Очнулся, это и хорошо, как самочувствие. Чёрт. Не очень хорошо. Могу быть хуже, я тебя спас, можно сказать. Если бы я вовремя не подоспел, ты бы был уже мёртв. Так от тебя я жизнью обязан. Можно и так сказать. Хорошо, что у меня духу это сделать хватило. А не то не знаю, как бы всё сложилось. Можешь рассказать, что произошло? И куда делись те трое, что меня убить пытались? Вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Не было с тобой никого. Ты нашёл меня уже в отключке? Нет, я был недалеко и наблюдал за тобой. Ты возился сначала с какой-то штукой, а потом стал как вкопанный и стал сам с собой разговаривать. Я аж был подумал, что может контролёр тебе мозги выпалил. А потом ты просто рухнул на землю. Что ты такое говоришь? Ты точно ничего не перепутал? Нет, я пока ещё при своём уме. Ты слушай, что дальше было. Ты значит упал, и тут раздался смех. Жуткий такой. И появился какой-то тип в чёрном плаще и наклонился над тобой. Ну, я ещё немного выждал, а потом выбежал и пальнул в этого типка. А он сразу же исчез. После этого я на базу тебя отнёс. За две ходки, правда. Сначала тебя, потом всё твоё барахло. Спасибо тебе, большой мужик. Если я для тебя что-то сделать могу, скажи мне. Я учту. Ты мне лучше расскажи, а что ты видел? Ты думал, что с кем-то разговариваешь? Да, Петрович дал мне передатчик, чтобы я координаты точки выхода пленённого в пузыре отправил. После отправки мной координат с пузыря вышли сталкеры. Это была рыба и его группа. Что за рыба, ты знал его? Да, когда я только пришёл в зону, он спас меня, а потом и к наёмникам пристроил. Но после рыбы выгнали из синдиката, и он решил, что я обязан уйти вместе с ним. Но я так и не считал. Рыба винил меня непонятно за что, и обещал, что мы ещё встретимся. Долгое время я про рыбу ничего не слышал. А потом кто-то сообщил, что его самого его отряд видели мёртвыми на янтаре. И я всё это время думал, что он погиб. Скорее всего, он и погиб. Но я видел его перед собой. Перед тобой никого не было, это точно. Ладно, могу тебе ещё кое-что рассказать. Тот тип, которого ты видел возле меня, я встречал ещё... Я встречал его до этого в пространственном пузыре. Он очень опасен. Хорошо, что ты оказался неподалёку и спас меня. Спасибо ещё раз. А сейчас, извини, мне нужно поговорить с Петровичем. Вот оно что. Слушай, советую тебе пока никому не говорить об этом существе. Могут неправильно понять. Я тоже буду молчать. Ладно, пожалуй, последую твоему совету. Увидимся позже. Да уж, ну и дела. Какой-то хоррор прям получается самонатуральный. О, уже очнулся, это хорошо. Ты не на шутку перепугал всех здесь. Что случилось с тобой на заводе? Я отправил координаты, но получили их не те люди. Отправка координат была плохой идеей. Но уже ничего не изменить. О чём ты говоришь, зверь? Всех подробностей пока рассказать не могу, но возможно нам угрожает опасность. Думаю, что мы сможем отразить любую атаку. База хорошо защищается. Надеюсь, что так и будет. Ладно, вот возвращай твой передатчик, держи. Ладно. Кстати, я разблокировал тот КПК, что ты просил. И после того, что там прочитал, отдал его Ставриду. Надеюсь, ты не против? Не против, что там за информация была. Сходи к Ставриду, он в подробностях тебе всё растолкует. А я своими делами займусь. Ладно, пойду поговорю с ним. Починиться нужно. Блин, этот винтовец, по-моему, прожорливый, как Запорожец или Волга. И всё время чинить нужно. Давайте мы сейчас поспим. Чтобы осадки прошли. Это, наверное, самое правильное решение будет. Прекрасно. Ну и можно уже непосредственно со Ставридом побазарить. Я рад, что ты в порядке, наверное, к насчёт случившегося. С тобой на заводе с расспросами лезть к тебе не буду. Если есть чем поделиться, то поделись. Всё хорошо, не забивай голову. Что там за информация в КПК Миклухе? Ладно, тогда перейдём, пожалуй, к записям в КПК. Петровичу не удалось расшифровать все записи. Но всё же мы смогли найти полезную информацию. У Миклухи был запасной план, как выбить монолитовцев застава. План довольно-таки прост. Нужно замаскироваться под монолитовцев, проникнуть на их базу и с помощью взрывчатки подорвать здание. Я думаю, что данный план нужно опробовать. Но в первую очередь нужно достать костюм монолитовцев и КПК одного из них. Затем ты и Сологуб, переодевшись, приобретесь к ним на базу, установите заряд взрывчатки, запустите его и тут же вернетесь обратно. Такой вот план. Неплохой план, но где достать два костюма монолитовца? Монолитовцев. Я пробил по своим каналам. Один торговец готов предоставить нам два монолитовских костюма. На момент на костюм он просит ствол SR3. Вихрь. Где достать такой ствол, я не знаю. Поставщики шамана тоже не смогут его достать. Может ты по своим каналам пробьешь? Мои каналы не станут мне помогать. Лучше вообще не связаться сейчас с синдикатом. После случившегося в пространственном пузыре. Плохо, но все же поспрашивай людей по этому поводу. Может и найдем какой ствол. Ладно, я попытаюсь раздобыть этот ствол. Поговорим позже. Сейчас смс-ка небось какая придет, да? Нет? Никакой смс-ки? Странно. Очень странно. Эх ты, блин. Я ищу автомат SR3 вихрь. Не знаешь, где такой найти можно? Без понятия. Я уже говорил. Так. Тоже не знает. Надо с кем-то побазарить. Понятно, ты жрать хочешь. Давайте сейчас со всеми поговорим по возможности. Может, кого найдем. Может, у слогуба спросить можно. Хотя бы будет понятно тогда, что да как. Фух, блин. Просто интересный, конечно. Что-то... Счастливо. Не болей. Сложно. То есть, никто не знает, где это ствол взять можно, да? Может быть, техник знает тогда. Врахуй. Привет, Петрович. Я еще один уникальный ствол. SR3 вихрь. Может, хоть ты сможешь его достать? Нет, достать я его не смогу. Да и сомневаюсь, что на заставе найдется человек, который сможет. Вообще жопа. Будущая, я попробую. Слушай. Где же мне его достать-то, это стволище? Непонятно. Совершенно непонятно. Слушай, все вопросы к главному. Привет, брат. Может быть, пойти к важному персонажу? Просто как вариант. Ну, не просто так же эти его добавили, правильно? На локацию. Кстати, что у нас здесь? Судя по всему, ничего хорошего. Лезть я туда не буду. В жопу. Конечно, побольше патронов винторез вообще был бы трасс шикарным. Так, погоди. Нам по-хорошему все-таки придется топать через этот туннель или как-то по-другому. Попасть нужно в этот гадюшник. Но нет, через туннель мы не пойдем, потому что у нас там аномалия кишат. В буквальном смысле. Да, мы легких пути не ищем, да? Эй! Тут же был важный персонаж. Что за херь? Ладно. Я что-то не очень юмора понял, на самом деле. СР-3 вихрь. Ну и что с ним делать? Давайте-ка я подумаю, потом тогда уже продолжим. Оказалось очень просто. Итак, нужно поговорить с этими товарищами. Здорово, ребята. Как к вам попасть? Непонятно, да? Ладно. Может, тут надо? Тоже как-то не особенно понятно. Окей. Можно попробовать через окошко поговорить с ними. Нет, тоже особо не поговоришь, да? А, во. Эй, наемник, я тут краем уха слышал, что ты с лол вихрь ищешь. Могу тебе с этим помочь. Но сначала тебе нужно помочь мне. И какая мне помощь нужна? И какая помощь тебе нужна? А сам как думаешь? Свалить с этой дыры хочу. Поможешь? Я тебе стволу подгоню. Ты не сын. Мочить никого не придется. Нужно просто ключ от клетки добыть. И как ты предлагаешь его добыть? Да добыть его несложно. От этой клетки есть два ключа. Один у этого козла Ставрида, а второй был у Кимика. Ну и сейчас ключ Кимика у Сологуба. Мне тут один сталкерюга сказал, что на ночь Сологуб ключ вроде как у себя на тумбочке оставляет. А сам дрыхнет без задних ног. Тебе нужно просто взять ключ, а после того, как мы отсюда свинтим, вернуть ключ на место. Если все будет на мази, никого даже, никто даже не пресечет, как мы свалили. План их, правда, несложный. Но где гарантия, что я получу ствол? Гарантия? Зуб дать могу. Но ты не боись, я свое слово держу. Тем более, выхода у тебя нету. Один хрен, ты в этой двери такой ствол не найдешь. А у меня их есть два. Если выберемся отсюда, два слова тебе отдам. Гадом буду. Ладно, придется помочь тебе. Но смотри, если попытаешься меня кинуть, завалю. Валилка еще не выросла. Значит, договорились, ночью жду ключ. Договорились. Интересно, куда он этот ствол засунул? Где он там находится? В каком проходе? Что он? Что при обыске не нашли? Так. Нам надо поспать сейчас. Давайте поспим. Что-то как странно. Личный ящик и койка находятся в разных местах. Меня это, честно говоря, немножечко смущает. Чуть-чуть, так капельку совсем. Давай до полночи. Украсть ключ с тумбочки. Так. Где этот Сологуб-то? Здесь он, что ли, или как? Сейчас мы его найдем. Женька Костлявый. Это все не то пока что. Таких, похода, ты вчера. Ты не соби еще хабар, похоже. И все. Завязываем все нахер. Так. Сологуб-сологуб-сологубушка. Где твой ключик лежит? Я его сейчас отыщу. Та-та. Или мы уже его взяли? Нет, еще не взяли пока что. Где эта тумбочка, блин? Переходи теперь ищи. Начинаются радиоактивные осадки. Да вы издеваетесь, мать ваша. Что-то ты бледный. Что-то ты бледный. Я тебе сделал укольчик, тебе его засуну тогда. Вот он ключ. Прекрасно. Ключ уже у меня. Ай, красава, наемник. Давай быстрее его сюда, а то ночь короткая, а нам еще нужно свалить по-тихому. Не гони лошадей. Ключ-то... Как на место возвращать будем. В общем, слушай, встретимся с тобой за домом. Ты сейчас выходишь и ждешь меня там. А я с братком открываю клетку и тихонько двигаюсь в твою сторону. Точное место нашей встречи я тебе отмечу. Там я отдам тебе ключ. А ствол я когда получу? Все обсудим уже на улице. Нужно быстрее убираться, пока с того керня ничего не поняла. Жди меня в указанном месте. Ладно, вот держи ключ. Ага, ты давай иди на место встречи и жди меня. Понял, я пошел. Давайте поспим, что ли. Так. То есть он до сих пор здесь. Мам-мам-мам-мам-мам-мам. Опять ты жрать хочешь. Так. Вон, вон кто-то идет. Да? Ну, ждем. Все новое. Блин, вообще-то как снорк. Примостился. Так, слушай сюда. Значит, поутру приходи к старой школе. Я с братвой там буду. Придешь, получишь свои волны. Ну и никому хоть не трепись про наш уговор. И без тебя знаю, что делать. Ну, ладушки. На, держи ключ. Все, мы погнали. Времени трепаться нет. Буду ждать тебя в установленном месте. В условленном. Давай, позже встретимся. Давайте мы сейчас ключик обратно положим. Чтобы не палиться лишний раз. Так. А теперь надо поспать. А то по темноте шляться совсем не круто. Абсолютно. Выбросы, но происходит. Каждые полдня, походу. Выброс за выбросом. Эй, наемник. Твои слова прибыли. Шмыга ждет тебя. Смотри. Не приведи хвоста за собой. Хорошо. Так, все теперь понятно. Кстати, у нас правильно отметили, что у нас же тут раньше был ключевой персонаж? Помните, да? Все четко. Пожрать нужно, значит, энергетика. Нормалек. Вот. Здесь мы сейчас переберемся на другую сторону, соответственно. Чтобы проще было кому сказано. Ты, ты, вот, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тебе, ты, мать твою, за ногу в ветках застреваешь. Птицы, что ли? Не надо. Все, аномалии пытаются затащить в себя и изнасиловать. Здорово, наемник. Еще раз благодарочка тебе за то, что свалить из этой дыры помог. Давай откинем любезности в сторону. Мой ствол уже у тебя. А как же, я ведь просто так слух на ветер не бросаю. Стволы новенькие, даже еще не пристреленные, как следует. Короче, все как надо. Кстати, тебя там вчера не спалили за нашими делами? Нет, все прошло как надо. Давай сюда, стволы. Держи, теперь они твои. Отлично, я пойду. Блин, для вот этого, вот это вот говно надо было так долго добывать. Охренеть можно. По виду те же самые кулаши. Серьезно. Опа. Теперь еще выбираться отсюда ведь надо. Офигеешь. Жесть какая-то. Да. Веселуха, самонатуральная. Так, стоп. Вот так вот пойдем. Ну вот мы фактически пришли. Почти что пришли. Ты что ж ты будешь делать-то, блин, в каждой ветке? Ах. Я офигею просто с этого. Разбивались тут в стае. А зверь, ты где ходишь? Зайди ко мне, у нас тут кое-что произошло. Зверь, ты где был? У нас тут такое произошло. Те двое бандитов, что в клетке сидели, они сбежали этой ночью. Главное, что непонятно. Как вообще они освободиться смогли? Думаю, что им помог кто-то из моих. Ты ничего подозрительного не замечал в последнее время? Нет, вроде бы ничего подозрительного не заметил. Кстати, я раздобыл нужный ствол для того торговца. Ладно, с побегом я позже разберусь. Где тогда был этот ствол? Ну, старые связи все же пригодились. Это очень хорошо. Теперь мы сможем воплотить в жизнь план Миклухи и наконец-то уничтожить этих монолитовцев. Ах да, мы расшифровали еще один из файлов в КПК Миклухи. Оказывается, что под заставой есть лаборатория. И монолитовцам поставляют оружие и новых бойцов именно через нее. Да, чем дальше в лес? Так, для начала нужно их базу на стройке уничтожить, а там посмотрим. Все ничего, но нужно будет дождаться доставки костюмов. Не знаю, сколько времени это может занять. Давай сюда ствол, я отправлю его торговцу и будем ожидать от него посылку. Ладно, держи ствол. Ага, можешь идти. Позову тебя сразу же, как посылка с костюмами будет у меня. Понял, до встречи. Ну, мы на стройке всех завалили, это точно. А, это шаман, я думаю, ты уже Ставрит нам поисвал смс-ку. Ну, давай. Здорово, Зберь, слушай, тут охотник один на заставу прибыл. Он сейчас у нас на хуторе. Мне, как сказали, что ему нужна помощь хорошего стрелка. Так я сразу о тебе подумал. Охотник, этот глава группы тех охотников, что вагончика в лагере разбили. Кличка у него Хантер. Не слышал о таком? Нет, не слышал раньше о нем. Да и кличка у него странная какая-то. Что ты о Хантере там рассказать можешь? О, брат, о Хантере много чего рассказать могу. Я его давно уже знаю. Его все знают и уважают. Некоторые даже побаиваются. Настоящий мужик Скала. Очень надежный друг и напарник. Он в зону давно пришел, еще в 2006 году, кажется. Как он сам сказал, не нашлось ему места в том мире. А тут он быстро освоился. Он ведь еще до зоны охотником. Знатно было тут. Дичи хоть отбавляй. После ему стали заказы с большой земли поступать на разных мутантов. Ну, на чучело всякие и тому подобное. Позже, когда зона была уже чуть изучена, стали сюда всякие туристы приезжать. В основном богачи, которому острых ощущений хотелось. Ну, Хантер им охоту и проводил. Так что живусь ему неплохо. Однажды на него какой-то америкашка вышел. Он вроде как фильм документальный о фауне зоны хотел снять. Ну, и попросил Хантера поводить его по зоне. До зверья показать. Это был первый и последний случай, когда турист, который нанял Хантера, погиб. С тех пор он больше не водит по зоне никого. А Хантером его как раз тот американец покойный прозвал. Так и приклеилось. И какая же помощь ему нужна? Этого он не уточнял. Ты сходи к нему сам и спроси, что к чему. Он в подробностях тебе все расскажет. Ладно, я поговорю с ним. Думаю, не так ты просто, как кажется. Ну, давай, Хантер. Что ты нам скажешь интересненького? Здравствуй, наемник. Я так понимаю, что ты уже говорил с шаманом. Да, я говорил с ним. Слушай, шаман сказал, что ты сможешь вывести меня с заставы. Это так? Да, я могу это сделать. Но не за просто так. И деньги мне не нужны. Вот если поможешь мне кое-что сделать, то когда я буду уходить с заставы, возьму тебя с собой. Договорились? Понятно. Ну и что за помощь тебе требуется? Нужно, чтобы ты мне, тварь, одну выследить помог. И прикрыл, вычихнул... И прикрыл в случае чего. Мало ли, что может произойти. Чего охотников не возьмешь? У них опыта в этом деле побольше моего будет. Ой, тихо, может сейчас еще раз. Понимаешь, был я у ученых на янтаре, а тварь одну, которую здесь видел, им рассказал. А они попросили образец ее ткани добыть. Заплатить они хорошо обещали, но если делить награду со всей группой, получается не так уж много денег. А взять кого-то одного тоже не могу. Другие не так поймут. Поэтому лучше им вообще ничего об этом в заказе не знать. Ну, так что, согласен? Ладно, помогу тебе, расскажи, что это за тварь такая хотя бы. Тварюга это ее псевдоплотию называют. Она не совсем простая. Много всяких баек они травят. Но я никогда легендами не верил. Но позже мне и самому удалось убедиться, что большинство рассказов о ней правда. Помнится, пошел я как-то к свалке радиоактивного металла. И вдруг слышу, как на помощь зовет кто-то. Я присел и потихонечку в сторону этих воплей пошел. Но сразу меня насторожило кое-что. Неразборчиво как-то речь шла. Но смысл слов понять можно было. Так вот, подошел я значит к этому месту за кабиной, от КамАЗа спрятался и посмотрел в сторону криков. Ты не представляешь, как я удивился. Вместо какого-нибудь раненого сталкера там сидела эта самая псевдоплоть. И на человеческом что-то бормотало. Хотел я прикончить эту тварюгу. Правда, даже винтовку с плеча не успел снять. Тварь без следа пропала. Интересная история. И ты думаешь, что тварь все еще где-то там бродит? Так и есть. Точно тебе говорю, логово у нее где-то там. Спокойно она себя вела слишком. Есть там ложбинка одна. Даже в солнечный день там постоянно сыро. Скорее всего псевдоплоть там. Как подберешься ближе, ты заходи справа по холму, а я пойду слева. Как увидишь эту гадину, гони ее на меня. Я ее добью. Но за спину тоже поглядывай. Там могут быть другие мутанты. Понял, отправляемся прямо сейчас? Да, нужно уже идти. Если все эти слухи, что они говорят, правда, нужно срочно избавить нас от этой проблемы. Показывай дорогу. Так. Следовать за хантером. Ну давай, чувак. Слушай, не видно ее что-то. Прячется где-то, наверное, падло такая. А ты ищи ее потом. Может, я убью кто-то уже? Очень сомневаюсь, что ее уже убили. Мы бы точно услышали об этом. Знаешь, как охотники любят похвастаться своей добычей. Если бы кто-то действительно выследил псевдоплоти, а потом убил ее, то поднялась бы такая шумиха, что об этом в тот же день вся застава гудела. Ладно. Тогда что ты собираешься делать дальше? Так, думаю, что нужно другую часть славки осмотреть. Пойдем к тому месту, где я увидел ее в первый раз. Может быть, она там сидит. Ладно, показывай дорогу к этому месту. И что, долго бежать, что ли? Думаю, что да. Прилично, скорее всего. Ну, прикольно вообще так атмосферненько получается, на самом деле. Да и такой реальный сталкер получается с рюкзаком таким конкретным. Действительно круто. Честно говоря, эта модификация мне начинает нравиться даже больше в пути во мгле. Действительно что-то новое, оригинальное. Улетела. Все, подохла тварь, это точно она. Ее я и видел тогда. Ну, как и договаривались, ты мне помог, и я тебе помогу. Как буду уходить заставу, обязательно возьму тебя с собой. И еще, на вот, возьми за помощь. Ерунда, если еще что нужно будет, ты знаешь, где меня найти. Что сейчас делать будем? Учту, ты можешь возвращаться на базу, а я здесь пока посижу. Нужно глянуть, что с этой гадиной на продажу взять можно. Я как заставу уходить буду, то сообщу тебе. Договорились, до встречи. Что ж, друзья, давайте нам на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание. Зверь посылка с комбинезонами прибыл, а жду тебя у себя. И пока.